Пока бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте выдвигают как одну из кандидатур на пост генерального секретаря Североатлантического альянса, о чем пишет издание «Политика», тут же уточняя, что руководитель НАТО из Восточной Европы должен стать важным сигналом для Москвы. «Вряд ли наше государство протянет больше каких-то 20 лет», заявляет известный в Латвии социолог, руководитель Латвийского центра исследований общественного мнения СКДС Арнис Кактинш. «Видя, как происходит деградация и дегенерация власти и общества, ничего иного я не жду», объявил он в беседе с одним из самых читаемых в стране изданий «Независимая утренняя газета». В долгосрочной перспективе эта ситуация продолжаться не может, и рано или поздно здесь должны произойти революционные качественные перемены, но вряд ли все будут счастливы. Социолог крайне резко и пессимистически оценивает политические процессы, происходящие в государстве. И грусть известного латвийского специалиста вполне можно понять, ведь, во-первых, на днях появились свежие данные Евростата по демографической ситуации в этой маленькой прибалтийской стране, и они отнюдь не радуют. По убыли населения в Евросоюзе по сравнению с 2000 годом это минус 20 с хвостиком процентов. Латвия поставила настоящий антирекорд. Кстати, на этом фоне удивляют заявления бывшего главы МВД Латвии Мариса Гулбиса, который сказал, что у России уже давно есть план по оккупации прибалтийских стран. С учетом постоянной деградации экономик означенных территорий, развалом промышленности и даже вы не поверите, кризисного состояния такси в той же Латвии, например, вызвать машину эконом-класса или заказать поездку на короткое расстояние практически невозможно. Это невыгодно поставщикам услуги, да и в целом среди стран бывшего СССР в Латвии, Эстонии и Литве самые дорогие ценники на данный вид транспорта. Заявления о желании Кремля захватить Прибалтику довольно, скажем так, неоднозначны. Возмущается происходящим и преуспевающий бизнесмен Виллис Крисштопанс, кто возглавлял правительство Латвии в 1998-1999 годах, заявляя, цитируем, «Это просто ненормальная нагрузка на человека на простую семью, имея в виду налоговые выплаты и добавляя. Девиз латвийского государства по отношению к налогоплательщику всегда один. Нам нужно больше». А тот самый социолог Арнис Кактинш в качестве примера бесчеловечного отношения властей к жителям сослался на налоговую реформу, проводимую в настоящее время правительством. В частности, будет ликвидирован такой формат, как микропредприятие, игравший большую роль в экономической жизни страны. Это такой до некоторой степени аналог российского индивидуального предпринимателя. А суть в том, что в Латвии огромное количество людей работало и работает нелегально. Работодатели не готовы были брать на свои плечи огромную тяжесть налоговых выплат. В свое время микропредприятия были придуманы для того, чтобы дать возможность всем этим людям наладить отношения с налоговыми органами. Зарегистрировав микрик, человек начинал платить, соответственно, микроналог – 9%. Ни подоходные, ни обязательные взносы социального страхования отдельно платить не требовалось, так как все они были включены в этот сбор. Однако правительство оказалось недовольно тем, что некоторые бизнесмены используют микропредприятия для оптимизации налогов. В итоге с 2021 года микроналог вырос уже до 25-40%, а с 31 декабря 2021 микропредприятия ликвидируются. По словам Кактениша, недовольство в латвийском обществе зреет давно, но громких и агрессивных протестов почти не наблюдается. Вместо митингов латвийцы предпочитают голосовать ногами, активно разъезжаясь по другим странам. И, как результат, закономерное последствие депопуляции – деурбанизация. В трети латвийских населенных пунктов количество жителей не превышает 50 человек. Еще в 9 поселках вообще не осталось жителей. В декабре 2019 года из-за сокращения пассажиропотока латвийская железная дорога закрыла 8 железнодорожных станций. Остановки больше не нужны, людей нет, страна умирает. Балтийский лев – успех, грустно иронизировал депутат Рижского самоуправления Игорь Кузьмук. Несколько лет назад комиссия в Латвии насчитала ущерб от оккупации СССР в размере 300 миллиардов евро. Такая сумма была получена путем подсчета демографического и интеллектуального ущерба, а также экономического упадка после вступления в Союз. Особо интересным было заявление о том, что до этого Латвия была одной из самых развитых стран в Европе. Вот только если в 1989 году 10% населения страны было занято в сельском хозяйстве и около 90% в промышленности, то к 2013 году расклад в корне изменился. Уже тогда почти 70% жителей были заняты в сфере услуг. В 90-х в стране распилили на металл большую часть оставшейся от СССР промышленности. Последние крупные предприятия приказали долго жить уже в 2010-х. И хотя на днях Латвия получила от Еврокомиссии и Совета Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам добро на освоение в ближайшее время средств из фонда восстановления ЕС в размере 1,82 миллиарда евро, рано или поздно европейское финансирование для Латвии иссякнет. И что-то подсказывает, что это может стать как раз концом истории. Субтитры создавал DimaTorzok